Барнаул вошел в число самых здоровых городов России. В конкурсе с одноименным названием он занял почетное третье место в номинации «Лучший проект по здоровому питанию». Направлен такой прежде всего на подрастающее поколение. Но какова суть проекта? Легко ли его реализовать на практике? И что даст победа барнаульским школьникам и подросткам? Расскажет главный уништатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения края Татьяна Репкина. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Ну, прежде всего, конечно, поздравляю вас с победой. И скажите, какой ценой она далась? Насколько такой основательной была подготовка? В данном проекте участвовала не только здравоохранение и Центр общественного здоровья. очень важную роль сыграла, конечно, администрация города Барнаула и комитет по образованию. Это межведомственный проект, направленный на формирование правильных привычек, а именно правильного питания у детей и подростков, проживающих в городе Барнауле. Почему именно программа по вот этому направлению? Мировой тренд на ожирение среди детей и подростков нужно родителям, нам, взрослым помнить о том, что если ребенок приобретает избыточные весы ожирения в детском и подростковом возрасте, с вероятностью 70% он пронесет данный фактор риска через всю оставшуюся жизнь. У нас сегодня много детей в крае с ожирением. К сожалению, да. Какую-то статистику можно привести? Конечно, мы можем при каждой пятой ребенке иметь избыточный вес или ожирение. Это риски, это не косметический дефект, об этом нужно помнить. Это стигматизация в обществе и, конечно, это платформа для развития таких заболеваний, как сахарный диабет, патология опорно-двигательного аппарата и, конечно, раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, к сожалению, образ жизни изменился, и мы должны меры формировать не только медицинского характера, но и организационного со стороны образования, со стороны администрации. То есть возможность детям физическая активность, формировать вот эти навыки правильной, здоровой физической активности, и, конечно, правильного питания. На сегодняшний день каждый третий ребенок употребляет ежедневно сладкие газированные напитки. Если сравнить детей, скажем так, 90-х годов и 80-х годов, сладкие газированные напитки не были ежедневным продуктом пищевым. На сегодняшний день, к сожалению, это входит в рацион питания. А вот рыба, которая должна в рационе любого ребенка и взрослого присутствовать не менее двух раз в неделю, к сожалению, практически отсутствует. Поэтому, когда дети активно участвуют в формировании и приготовлении такого блюда, когда они знают вот эти 10 базовых правил, которые признаны медицинским сообществом международным, вот эти простые правила, 10 правил, которые мы доносим, они их запоминают в игровой форме. С закреплением, приготовлением вот таких правильных блюд, конечно, мы надеемся на то, что они об этом запомнят, и когда станут они взрослыми, они, конечно, будут это реализовывать. И будучи ребенком, они тоже будут делать свой правильный выбор. Ну вот проект ваш по здоровому питанию занял третье место. Это высокий результат. Значит, высоко оценили. Понятно, что вы широко информировали об этом, об этой проблеме, о ее профилактике. Но вот, может быть, еще какие-то конкретные результаты этой программы приведете? Мы пришли к следующему о том, что необходимы образовательные модули. То есть, ну, ребенок должен учиться, и взрослые рядом с ним также должны свой уровень знаний повышать по вопросам здорового образа жизни. И педагогам вот такой мы создали инструмент, разработали инструмент, семь модулей по здоровью, которые включают и питание, и двигательную активность, и профилактику употребления табачных изделий, профилактика онкологических заболеваний. Вот семь модулей, которые могут послужить инструментом, скажем так, как для родителя может послужить, так и для ребенка. Где в игровой форме можно отвечать на вопросы, обучаться и закреплять вот эти правильные навыки. То есть модули – это что-то своего рода тестирование, только какого-то интерактивной формы? Это такая игра, которая может быть интерактивной, она может быть в виде раскраски. То есть у нас можно скачать на сайте, это бесплатно. И детки с родителями, и педагоги могут использовать этот образовательный модуль, закреплять вот эти правильные привычки посредством вот такой игры. То есть и эти игры сейчас широко внедряются у нас где-то в учреждениях? Да, мы рекомендуем их использовать, потому что это продукт, скажем так, интеллектуальный, который опробирован, имеет лицензии, экспертную оценку и может как раз уровень знаний и информированности детей и родителей повышать. А когда ты обременен знаниями, нарушать эти знания, да, несколько сложнее. И инвестиции подобного рода образовательные и организационные здоровья детей непременно, они дадут свои положительные результаты. Помимо вот этих модулей, есть еще какие-то фишки в программе, да, которые способны именно замотивировать на здоровое питание? Ведь так сложно отказаться порой там подростку тому же от фастфуда, да, и вот этих сладких напитков. Вот поэтому мы и привлекали не только деток, но и родителей, потому что ребенок проживает в семье, нельзя рассматривать ребенка отдельно от родителя. А ведь ребенку формируют его питание, его пищевое поведение, да, а наличие или отсутствие вредных привычек – это мы родители. Ну вот как работать-то с семьей? Ну понятно, что посмотрела, допустим, я как мама этот модуль, да, как на меня воздействовать, чтобы я там нашла время, чтобы там объяснила ребенку или как-то позанималась с ним, или там изменила что-то в рационе. Для мамы как раз и для папы в том числе это импульс для формирования своих правильных привычек. Сколько не рассказывает, да, о том, что вот так делать хорошо, вот так не очень, вот это правильное питание, при этом употребляя чипсы, сладкие газированные напитки, транслируя ребенку свое неправильное, нездоровое питание. Я думаю, что большей частью детей, я не думаю об этом масса фактов, да, и научно подтверждено, в 85% случаев ребенок закрепит и в его сознании вот эти привычки будут закреплены семейно, и поэтому начни с себя. Поэтому родители должны первые получить эти знания, применить их себе, интегрировать их в образ жизни семьи, тогда ребенок сохранит свое здоровье, укрепит и станет здоровым. Если образовательный модуль прочтет этот каждый ребенок в возрасте от 9 до 13 лет, вот этот навык, он все-таки, мы дадим предпосылку для его правильного формирования. И, конечно, двигательная активность в виде вот таких зарядок, которые были, это не новое, но когда ребенок может не находиться не на стандартном стульчике, а на таких мягких стульях, да, которые позволяют или на шарах, на таких больших мячах, да, то есть вот это формирует двигательную активность. Когда школа готова приобрести, понимаете, на английском языке или на уроке музыки, вот эти, значит, мячи, и детки сидят не на стандартном стульчике, а для того, чтобы на этом мяче усидеть, для этого нужна координация, да, и вот такая небольшая, но тем не менее, физическая активность. И, конечно, физкульт-минутки, которые были, и они оправданы, и они должны вернуться в повседневную жизнь детей, и школа любого образовательного учреждения. Конечно, вот такой подход, здоровое питание и правильная физическая активность, это залог, конечно, сохранения здоровья. На некоторых предприятиях возвращаются вот эти физкульт-минутки, открываются тренажерные залы для сотрудников. То есть все-таки движение о том, что мы должны стать спортивными, физически активными, этот тренд, он укрепляется в сознании нашего населения. И самое правильное, конечно, это работа с детьми и подростками, инвестиции в здоровье детей, конечно, нам позволит создать и сохранить, скажем так, то здоровье, которое есть у подрастающего поколения. А вот скажите, что касается предметов, которые позволяют детям не статично, скажем, сидеть, а как-то там больше двигаться, вот они у нас есть вообще в наших учреждениях образовательных, не знаю, Барнаульских или по краю, по региону? Конечно, есть желание руководителя образовательного учреждения привлечь спонсоров и так далее. У кого-то есть свои возможности. И создав вот такие уроки, скажем так, несколько неформальные, когда ребенок сидит не на стульчике, а на специальном мече или на мягком стуле, на котором требуется вот такая вот необходимость координации, собранности, она, конечно, вот она и формирует вот такие правильные поведенческие привычки. Мы надеемся, что такие учреждения образовательные будет больше. Но на сегодняшний день они уже есть, и, конечно, вот используют их не на уроках математики, конечно, на тех уроках, таких как музыки, рисование, скажем, творческие, да, очень хорошо срабатывает, и детям очень нравится. И это не только способствует физической активности, но и эмоциональной разгрузке детей. Можно ли сказать, что вот на сегодняшний день наши барнаульские дети, они вот питаются, школьники, детсадовцы, питаются именно правильно? Ну, на сегодняшний день приняты очень серьезные меры по формированию как раз здорового рациона питания. Скажем так, на страже стоит Роспотребнадзор, система контроля есть. И очень много принято мер как раз по тому, чтобы ребенок, находясь в школе и детском саду, получал, конечно, правильное здоровое питание. На сегодняшний день, да. Но ребенок еще питается вне школы и вне дома, и вне школы и вне детского сада дома. Когда ребенок ужинает только бутербродами или пелеменями, это крайне неверно. Поэтому питание должно быть разнообразным, сбалансированным. У ребенка должно быть трехразовое питание, достаточное количество овощей и фруктов. И, конечно, сформировать привычку употреблять морскую рыбу. Это очень важно, потому что юный дефицит – это тема, которая остается для нас актуальной, в том числе и для нашего региона. Семь образовательных модулей, которые мы разработали на сегодняшний день, на них есть запросы, ряд субъектов уже запросили, попросили, значит, возможность их использовать в своей работе. И мы щедро, конечно, поделимся. Приехав 29-30 ноября на торжественное вручение данной премии, конечно, мы послушаем те работы, которые делались в других субъектах. Это обогащение, это обмен знаниями, навыками, опытом. И, конечно, мы думаем о том, что это не разовая акция. Эта работа будет продолжена, она будет обогащаться. Следующий проект, который мы будем реализовывать, это он будет направлен на повышение физической активности. Спасибо большое за Ваши ответы. А я напомню, что сегодня с главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Края Татьяной Репкиной мы говорили о том, что Барнаул вошел в число самых здоровых городов России и о том, какой из проектов помог получить победу в этой номинации. До свидания.